Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Дмитрий Голковский о либерализме». Смотрим. Либерализм – это естественное такое состояние человека, и, собственно, человек природный либерал. Все остальное… Отдельно взятого? Да. А общество? И общество. То есть все первые древние общества, они были очень либеральными, очень свободными. Там существовала первобытная демократия. То есть человек как биологическое существование. Ну, тут как бы, конечно, Голковского, проблемы с пониманием вообще истории, первобытная демократия. Это вот как у марксистов, вот эта вера в первобытный коммунизм, что там люди голосовали, выбирали, что-то этого не было на самом деле. Он для меня либерал. Поэтому, если человек будет жить и дальше как биологический вид, он будет всегда продуцировать какие-то либеральные ценности и создавать либеральное общество. А то, что это коверкает, нарушает, это уже идет от каких-то искусственных конструкций, которые привносятся в естественное животное состояние человека. Вот что такое либерализм? Никто не может дать достаточно приемлемую какую-то и ясную формулировку. А в основном говорят о каких-то ростовчатых понятиях, что все люди друзья, они должны дружить. Это замечательно. Это и Гитлер там говорил, и Сталин, главный демократ. Но разве против был либерализм и демократ? В принципе, слова-то они все правильные. Наполеон говорил, что конституция должна быть короткой и туманной. Ну, вот там такая либеральная... Наоборот. Наполеон писал, что конституции должны быть длинными и непонятными. Ебать, у Голковского черепа. Да. Спасибо за донат. Существует какая-то форма даже не идеологического выражения, а просто работа с людьми, когда им говорят, что вот вы все хорошо, мы вас любим, работайте дальше. А на самом деле, мне кажется, различия между демократией и либерализмом и тоталитаризмом, они очень простые. Там на фоне Новодворска сидела, кстати, за спиной у немца. Бывает круглый стол, а бывает квадратный. Вот сейчас стол круглый, и мы все равны и друг с другом беседуем. А здесь вот пускай сидит какой-нибудь там эфиопский князь. Вот он будет говорить, а все будут ему говорить, какая у вас замечательная мысль, как вы хорошо высказались. То есть никакой дискуссии реальной нет. Есть жесткая, однозначная иерархическая структура. И возникает вопрос, для человека это приемлемо и естественно ли это для него состояние? Вот я в самом начале сказал, и мне показалось, что меня просто не услышали, что человеку удобно и приятно, и хорошо, и он чувствует себя человеком. Ему приятно, как биологическому существу, когда он сидит за круглым столом, на самом деле. Ему уютно, хорошо. И все к этому, на самом деле, как именно биологические существа стремятся. Потому что так устроен человек, как некоторый вид. Дмитрий Евгеньевич, как всякий руководитель, я руководил к аксиоме. Ну, собственно, у Дмитрия Евгеньевича, как и у коммунистов, корень всех ошибок, это ошибки в сфере социальной и культурной антропологии. То есть они с самого начала принимают неправильные аксиомы относительно того, кто такие люди, какая у них природа, к чему они стремятся. И, соответственно, все последующие ошибки, они являются следствием вот этой изначальной ошибки. Да, и теоретически мы знаем живых людей, десятками, которые хотят подчиняться, готовы подчиняться, просят, чтобы ты им сказал, что делать, какой круглый стол. Таких людей мы видели прекрасно. Например, Осип Васильевич Шталин. Он ходил, говорил, что мне ничего не надо, я хочу всем помогать, я не служу, что серое пятно. Они не преступники, не тоталитаристы, они просто говорят, скажи нам, что делать сегодня. И они это делают, и мне нужен круглый стол. Им, наоборот, нужен рациональный приказ, указание, просьба, в конце концов. Это необходимо, когда решается какая-то конкретная задача, и решение этой задачи демократическими методами, как правило, не получается. Вот это и есть дилемма. То есть, человек, как биологическое существо, он демократ, но поскольку он существо разумное, он целеполагает, чтобы что-то осуществить, ему нужна жесткая иерархия, искусственная. Вот чем, допустим, разумное существо отличается от неразумного? Оно теряет пластику, оно начинает двигаться квадратами, какими-то прямоугольниками, под музыку там марширует. Вот уже, значит, тут появился разум. Оно, человек, как существо биологическое, превращается в раба... Да, образец разума, это марширующие солдаты, безусловно. Разум, ему приказывают что-то, он осуществляет. И вот поэтому все первые общества, я настаиваю, они были очень демократические, но... Не так просто, ну ладно, не суть. Все первые общества были очень демократические. Интересно, на чем базируется это утверждение, как бы. Какие данные, собственно, заставляют нас верить в то, что, блядь, все первые общества, они все из демократов состояли. Там люди сидели в пещере и голосовали, блядь, всенародно, там вокруг костра тянули руку, что вот сегодня ты, мутумба, идешь на охоту, блядь, а ты вот будешь играть роль жреца, а вы будете там, не знаю, корешки собирать. Не было там, блядь, никаких голосований никогда. Там просто каждый выполнял ту роль, которой он биологически был лучше приспособлен. Старики передавали опыт, женщины рожали детей и собирательством занимались, а мужчины физически крепкие ходили на охоту. Это никакая не демократия. Ну вот Голковский, это вот на самом деле продукт советского образования. То есть в чем-то он смог пересмотреть и критически переосмыслить коммунистическую идеологию, а в чем-то, в каких-то основных таких базовых вещах, он остался жертвой этой системы. Вот первобытный коммунизм, как бы. Все были равны, значит, ну, блядь, этого не было никогда. Алло, Маркс эту хуйню выдумывал, как бы, потому что он не знаком был с данными там археологии, антропологии и так далее. Поэтому была такая вот наивная вера в то, что люди равны были. А потом вот началось социальное расслоение, там разложение родоплеменных отношений и так далее, и так далее. Но в структуре этих родоплеменных отношений там не было никогда ни равенства, ни демократии. Это абсурд. То есть говорить о том, что там было равенство, ну, это все равно, что говорить, что там, я не знаю, в каком-нибудь тейпе кавказском там тоже равенство. Там тоже все равны, и тоже там демократия. Ну, это не так. Хотя это пример как раз вот архаичного общества на самом деле. Я, я не знаю, опять-таки, Голковский человек не глупый, в принципе, у него есть толковые вещи, но сейчас он порит полную чепуху абсолютно. О, все демократические лапы, что папуасы там, вот у Ниандерта... Да-да-да, папуасы, блядь, у них такая демократия, там просто пиздец, как бы, демократия, ух. Они все остались на этом уровне. Там общее собрание было племени, там... Не было никогда, блядь, нигде никаких общих собраний племени, вот эта выдуманная хуйня. Это просто, ну, не работает. Никто не... Никто в древних обществах, примитивных, не собирался всем племенем и не голосовал, блядь. Это чушь, это абсурд. Это вот во времена русов все было выдумано. Все эти глупости. Это, блядь, вот эта концепция русоистская, там был благородный дикарь, вот это все говно. Не было какие собрания племени, чего, блядь, чего несет? Откуда он это взял, блядь? Из какой советской, блядь, книги марксистской это высрано, эта хуйня? И, кстати, посмотрите на немца, у него за этой самой, за правым плечом новодворская сидит. Собрание племени, блядь. Ты книга хотя бы, хотя бы книжек каких-нибудь почитал бы, блядь. Было голосование, там выбирают. Да, 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 голосование у папуасов, блядь. Папуасы постоянно вокруг костра сидят и голосуют, блядь, общим собранием племени. Нахуй ты выдумываешь это говно, блядь. Голковский, черт побери. Я тебя вот последние несколько стримов я тебя хвалил. Ну серьезно. Ну какое, блядь, голосование у папуасов? Ну что ты несешь? Французские просветители, они выдумывали эту хуйню из головы просто. Это вот как про Эльдорадо. Про вот это, блядь, кандит или оптимизм. Где эти французы, блядь, попадают в волшебную страну. Где, блядь, все тоже там демократично. И папуасы ходят, а вокруг золото. Вот это из той же области абсолютно. Про папуасов, которые сидят вокруг костра и голосуют, блядь, на всенародном собрании племени. Нахуй ты это выдумываешь, блядь. Ну вы серьезно. Просто полная хуйня. Олег, по какому-то важному. Да, 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 да. Именно так, блядь, вожди у папуасов, именно так и вожди появляются. Это не так, что самый сильный приходит или самый опытный и начинает всех нагибать. Нет, это, блядь, вот всенародным голосованием вокруг костра. Они еще, короче, эти... У них урны для голосования, они сделают их, блядь, из досок, короче, сколачивают. И начинают эти, блядь, листочки опускать в эти урны. Что вот я голосую за Матумбу, там, Матумба кандидат от народа. Голосуйте за Матумбу, у нас будет больше бананов. Именно так, блядь, это происходит все в архаичных обществах, безусловно. Да, да, всенародным голосованием его и взбирали. Потому что, ну, типа, это же демократия. Это же такая демократия, как сейчас. То есть, когда мы говорим о, блядь, демократии во Флоренции, мы же имеем в виду то же самое, что мы вот в 21 веке называем демократией. Это же не так, что это разные совершенно формы правления, которые просто называются одним словом. Нет, нет, там, блядь, были эти самые всенародные голосования по Голковскому. Видите, как интересно. Голковский путает свободу и демократичность, а примитивное общество он рассматривает с позиций современных, а не соответствующих тому времени. Вот так вот в Савке учили историю. Охуенно, блядь. Эх, Голковский, Голковский. Тебе бы книжек каких-нибудь почитать. Хотелось бы в монархию. Блядь, этот человек реально верит в то, что папуасов, блядь, папуасы избирают королей, блядь, всенародным голосованием. Он реально в это верит, блядь. Всенародное, всенародное, блядь, собрание племени. Он троллит либералов таким образом? Или он искренне в эту хуйню верит? Что за пиздец? Пиздец. Герцог, что-то осталось. То есть вывод совокупный тот, что общество, в общем-то, от максимума свободы развивается, и мы внутри этого процесса, к минимуму свободы. И вот, соответственно, люди... Первый вопрос относительно того, сколько нужно либералов, чтобы на Руси всем хорошо жилось. Сколько нужно либералов, чтобы вкрутить лампочку? На общих собраниях папуасы голосовали за лучшую причту про древнего Человека-паука. Познаете истину. Человек-паук – древнейший пророк. Аллилуйя, все, я уверовал. Спасибо за донат. Кажется, что все люди либералы, просто некоторые либералы, они не знают, что они либералы. Вот они как-то о себе. И вот даже вот те люди, которые пришли в Нуртос там всех взорвать, они на самом деле были простые люди. И, в общем-то, либералы их просто вот каким-то образом, значит, заточили. У нас насчет сроков? Ясно, что любая власть, она человека развращает. И любая власть, она на самом деле неестественная. Власть над людьми, которая детерминируется не какими-то его внешними биологическими свойствами, там, обаянием или еще чем-то, а местом. Человек находится, он ведь живой. Он находится в состоянии эйфории, он перестает правильно... Да, перестает правильно себя оценивать. Я думаю, что чем меньше, тем и лучше. Но здесь, опять же, дилемма компетентности-некомпетентности. Товарищ номер 87 пишется, типа, ну он ведь точно троллит, правда. Ну да, это, блядь, пост-мета-недоирония, понимаешь. Геннадий Горин тролль тоже, вот Нестор. Они все тролли, понимаешь. Это же не так, что это просто долбоеб, плохо образованный, который, блядь, как бы, с одной стороны, он вроде разоблачитель марксизма, с другой стороны, все его представления о социальной и культурной антропологии, они абсолютно, блядь, выдуманы, блядь, марксистами, французскими просветителями, блядь. Про то, как папуасы там, блядь, королей себе выбирают. То есть, нет, это просто ирония, он тролль. Он шутит, на самом деле, он прикалывается. Шутка. Троллинг, блядь. Управление. То есть, само по себе управление, оно тоталитарно. Охуенно, блядь. Пиздец. Прекрасный культурный бэкграунд, блядь. Книжки марксистские, а потом хуяк жабинский и калюжный. В итоге, вот у нас деговские взгляды вырисовываются. А кто выбирает королей ежи? А королей не выбирают, мой друг, понимаешь? В самых архаичных обществах приходит чувак с дубиной и говорит, как бы, теперь я твой король. А если ты с этим не согласен, вот тебе дубиной по башке, и всё, как бы. Кто-кто не согласен с тем, что я буду вождём племени, как бы. Кто-кто хочет получить, блядь, копьём в глаз? Давайте, как бы, выходить. И всё, как бы. И люди такие, типа, не-не, мы согласны, вполне ты нас устраиваешь, как бы. Теперь ты наш вождь. КОНЕЦ